Сегодняшняя тема – это долги, как мы их называем. На самом деле речь пойдет про когнитивное искажение, которое получило название в литературе «Эффект владения». Мне кажется, что эта тема непростая для понимания в рамках бизнеса, потому что она иррациональна. Бизнес – все-таки вещь рациональная. Долги – это такое название, то есть речь идет не о долгах, не о зафиксированных долговых расписках и так далее. Речь идет о внутреннем ощущении, которое формируется у человека, который, обладая какой-то ценностью, делится этой ценностью с другим человеком и считает, что этот другой человек теперь ему должен. Давайте начнем с теории, которую прекрасно показал в экспериментах Венел Канеман. На самом деле автором идеи «Эффекта владения» был Таллер, это Нобелевский лауреат по экономике 2017 года, один из ведущих специалистов поведенческой экономики. Ну, Канеман – известный Нобелевский лауреат, все его хорошо знают. И, на самом деле, такая гордость психологическая, потому что это первый профессиональный психолог, который получил Нобелевскую премию по экономике. Ну так вот, что же сделали Таллер с Канеманом? Значит, они поставили целый ряд экспериментов, которые обнаружили иррациональность человека, в зависимости от того, ценность некая ему принадлежит или ему не принадлежит, может принадлежать, должен ли он ей поделиться и так далее. Ну, такой очень мне нравится эксперимент, который обусловлен вот этим эффектом владения, где его выискивали, этот эффект владения. Это эксперимент, когда у нас есть фанат некой музыкальной группы, которому предлагают купить билет на концерт его любимой группы за 200 долларов. В целом, какой фанат не отдаст 200 долларов за возможность посетить концерт любимой группы? При этом его спрашивают, а вот какая максимальная цена, за которую ты был бы готов купить билет на эту свою любимую группу? Ну и средневзвешенные показатели, когда многих людей спрашивают, в отношении 200, это 500 долларов. То есть человек покупает билет за 200 долларов, в принципе, он мог бы купить за 500. Ну, окей, часть эксперимента закончилась. Теперь у этого счастливого обладателя билета на концерт спрашивают, готов ли он продать свой билет за 3 тысячи долларов. И тут возникает просто нечто за гранью понимания. Значит, человек потратил 200, ему предлагают 3 тысячи. И он отказывается. При этом максимум, который он готов был бы сам заплатить, это 500. Ему предлагают 3 тысячи. Он отказывается. Ну, это невероятно иррациональная вещь. Но которая заставляет нас подумать, что какие-то внутренние силы начинают влиять на принимаемые человеком решения. В чем разница в этих разных фазах его существования? В одном случае у него нету билета, и ему предлагают купить билет. Дальше ему предлагают спекулянтный билет, условно, да, за 500, это максимум, который он был бы готов заплатить. А дальше возникает ситуация, при которой у него уже есть билет. То есть он его. Вопрос не цены, да, вопрос уже обладания некой ценностью. Он уже воображает себе, как он будет на этом концерте, как он услышит эту группу, там и так далее. Как он таким образом продемонстрирует свою лояльность группе, там и так далее. И вот такому уже человеку, с уже измененным сознанием, измененным фактом наличия у него соответствующей ценности, предлагают продать этот билет, забрать эту ценность. И человек отказывается. Это и есть эффект владения. Когда вы чем-то обладаете, вы цените это выше, чем если, когда эта же ценность находится не у вас в руках. Ну, дальше эти количества этих экспериментов множество. Один из моих любимых экспериментов я прозвал кружкой Канемана. Ну, действительно, там фигурировала кружка, там студенты университета в исследовательских группах, в рамках исследований были поделены на две группы. В одной группе была выдана кружка в подарок. Значит, с логотипом университета такая, как это, сувенир. Другой группе не дарили, но предложили купить. И что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что в этой группе, которой предложили купить кружку, средняя цена, за которую представители этой группы готовы были купить кружку, составляла 2, там, 70 с чем-то, 2 доллара, 7 с чем-то там центов. А вот тем, кому подарили кружку, они получили вообще даром. Они были готовы, их спросили, не хотели бы продать теперь кружку, у вас вот подарок есть теперь, ну, вы нам верните, мы вам деньги дарим. Здесь цена превышала уже 7 долларов. То есть изменение цены составило больше 2,5 раз. Что это значит? Значит, когда у меня уже что-то есть, пусть даже полученное мною даром, оно представляет за меня большую ценность, 7 долларов, по сравнению с тем, что когда у меня этого нет, то говорят, хотите купить. В этом случае эта же кружка стоит 2,70 копейками. То есть, условно говоря, невероятное изменение отношения, восприятие ценности чего-либо в зависимости от того, принадлежит это мне или принадлежит это кому-то или мне не принадлежит. И я только должен заполучить. Значит, это когнитивное искажение и эффект владения имеет глубокие эволюционные корни. Просто потому, что если мы подумаем про это не в рамках экономической теории, где, в общем, любая прибавочная дополнительная стоимость, это доход, это прибыль, и, в общем, ее надо всячески пытаться как это организовывать. Ну, вот не организуют. За 200 купили долларов, за 3 тысячи не хотят продавать. Хотя прибыль составила бы 2800. За ничто просто. За то, что ты не идешь на концерт. Прибыль. 2500, 2800. Вообще огонь. Вот. какие эволюционные корни? Эволюционные корни очень такие субъективы на самом деле понятны. Вот есть некое животное, которое имеет, например, некий фрукт. Какая-нибудь мартышка имеет некий, достала себе банан. Значит, дальше вот вопрос. насколько для нее будет ценен этот банан по сравнению с бананом, который висит на ветке? или принадлежит другому, другой мартышке? Значит, для того, чтобы получить этот банан, животное должно потратить усилия. То есть, этот банан предполагает, что должен быть риск, потому что на этой ветке может что-то сцапать. это не гарантия, что ты получишь, потому что ты туда побежишь, а там другая мартышка прибежит первой. А если у тебя банан уже есть, то он, конечно, представляет собой значительно большую ценность по сравнению с бананом, который и еще вопрос будет ли твоим. И это очень рационально с точки зрения эволюции. Значит, не расставайся с тем, что твое, то, что составляет ценность, а все ценности, которые находятся вокруг, эти все ценности находятся под вопросом. Потому что там же не действует юридическое право, нет договоров и так далее в этом животном мире. И то, что тебе посулили банан, это вообще не значит ровным счетом ничего. Поэтому бананы, везящие на ветках, принадлежающие другим обезьянам, обладают для меня существенно меньшей ценностью, нежели тот набор калорий, который я уже смог каким-то образом заполучить. Возможно, не без риска для жизни, со стрессом и так далее. То есть, эволюционный смысл состоит в том, что если у тебя чего-то, что-то уже есть, храни это, во что бы то ни стало, потому что ты уже потратил на это ресурсы, жизненные, энергетический риск какой-то прошел и так далее, а все, что тебе еще не принадлежит, это такая вещь сомнительного свойства. Сейчас, поскольку вы занимаетесь бизнесом, вы знаете, насколько распространены технологии продажи продуктов с наличием скидки. если мы посмотрим на ключевые маркетплейсы, Ozone или Wildberries, то мы обнаружим там очень странные истории. Вот, когда, ну, я там ничего не смотрю, кроме книжек, вот, но можно, например, взять, увидеть книжку со скидкой 87%. Значит, ну, как я понимаю, механику, значит, цена книги завышается продавцом на маркетплейсе и на сумму, чтобы показать скидку, там, 87%. Понимаете, потому что, когда у меня уже есть книжка какая-то, попробуйте у меня утащить книжку из библиотеки, я вам должен сказать, что вы ставил кнетесь с некоторым сопротивлением с моей стороны. Может, мне она даже не очень нравится, но она же моя. Понимаете, я уже ее ощущаю как свою ценность. А когда я смотрю просто на книгу и еще мне не принадлежащую, я думаю, надо, ну, не надо, там, и так далее. Вот. И мне пишут 87% скидка. Вот, два с половиной раза, так сказать. Вот. то есть, у меня вызывают ощущение, что товар не переоценен. То есть, вот, с чувством моего того, что все, что вокруг, вот это, я не готов за это долго платить, мне говорят, ну, давай вообще, задаром практически, ну, задаром, ладно, я возьму. и вот этот вот иррациональный эффект владения влияет не только на особенности потребительского поведения. Что такое 50% скидка? 50% скидка это сразу, ну, значит, банан, конечно, висит, еще не моем, но так, в общем, как-то уже не такой, никакой, вот, с учетом того, что мне говорят, обещают, что на 50% я заплачу меньше. Значит, вот такая нехитрая нейробиология эффекта владения. нехитрая линия